В Международный день детей больных раком благотворительный фонд Адвита дал старт традиционной весенней акции добра и спасения. В преддверии аукциона грачи прилетели. В пространстве легко-легко прошел мастер-класс по росписи скворечников. Под четким руководством художника с мировым именем подопечные фонда создали свои маленькие шедевры, которые обязательно пополнят частные коллекции любителей искусства. Как это было, узнаете из нашего сюжета. Это событие стало ежегодным предвестником тепла для людей, которые сталкивались с онкозаболеванием. Весна для юных подопечных благотворительного фонда Адвита начинается со скворечника. Каждый год мы изготавливаем скворечники, которые отдаем известным петербуржцам. Это художники, артисты, музыканты. Они расписывают скворечники и создают свой собственный арт-объект. Очень интересно посмотреть, как расписывают скворечники именно актеры, а не художники, потому что они открываются совершенно необычной стороны. Здесь даже стены дышат весной. По периметру с картин на всех смотрят птицы, а на столе море ярких красок. Все для позитивного мышления, которое, как известно, тоже лекарство. Я очень люблю картины Ван Гога. Вот моя работа будет подсолнухи. Я буду рисовать подсолнух, сначала сделаю основу, и потом буду где-то не раскрашивать, добавлять где-то другие цвета. А почему именно подсолнухи? Потому что это мое любимое растение. Оно мне вызывает радость, спокойствие. Создавая свои арт-объекты, дети внимательно слушают наставника. Его картины можно увидеть на европейских выставках и в коллекциях королей. Однако здесь его называют не иначе, как дядя Валера. Наверное, достойные примеры друзей в моей жизни, которые, несмотря ни на какие тяготы или болезни, они до последнего момента сохраняют радость и жажду жизни. А вот жажда жизни, по большому счету, ведь это тоже здорово. Ван Гог, он там успеть бы написать. И хорошо сказано, успеть бы человеком стать в этой жизни. По большому счету, что бы ни происходило, надо делать добрые дела. Посильно, кто как может. Скворечники – прекрасная возможность. Взять и раскрасить. Готовые лоты уже через месяц выставят на аукционе «Грачи прилетели». Все собранные средства направят в помощь тем, для кого борьба с онкозаболеванием продолжается. Сейчас их 55 – срочных. Тех, кто мечтает встретить весну за пределами больничной палаты. Инесса Буланкова, Данил Кельдюшевский. Новости ТБН.